Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья и сегодня я буду запекать мясо с овощами на шпажках, так что скорее же начинаем. Главный ингредиент у меня это мясо. Мясо можно использовать абсолютно любое. У меня здесь бедро индейки. Из овощей мне понадобятся помидоры, красный лук, сладкий болгарский перец, майонез с сметаной, специи мне понадобится красная сладкая паприка, молот черный перец, горчица, мед, соевый соус и устричный соус. Для начала мне нужно нарезать и замариновать мясо. Мясо нарезаю вот на такие небольшие кусочки. Теперь буду готовить маринад, чтобы мясо постояло в этом маринаде хотя бы минут 10. Добавляю столовую ложку майонеза и сметану, пол чайной ложки сладкой паприки, пару щепоток молотого черного перца, у меня здесь смесь перцев, столовую ложку соевого соуса, чайную ложку устричного соуса, чайную ложку горчицы и чайную ложку меда. Теперь все хорошо перемешиваем. Отставляю на минут 20-30, чтобы мясо промариновалось. Пока маринуется мясо, я подготовлю овощи. Перец я нарезаю, очищаю и нарезаю. Помидорки нарезаю напополам, вот таким вот образом. Теперь лук. Лук тоже нарезаю вот такими крупными кусками. Овощи я полью столовая ложка растительного масла. Шпажки обязательно перед тем, как буду нанизывать овощи и мясо, обязательно нужно залить водой, чтобы они постояли минут 10-15 и тогда начинать. Мясо промариновалось и теперь я буду формировать все ингредиенты на шпажку. Я сначала одеваю помидорку, отправляю ее до самого конца палочки и мясо. И так чередую. Лук. Перец. Теперь мясо и перец. Снова мясо. И красный перец. Теперь помидор и снова чередую. И сформированную шпажку отправляю на решетку. И теперь убираю в духовку выпекаться при 180 градусах до готовности. В процессе готовки я буду переворачивать шпажку на другую сторону, чтобы мясо и овощи хорошо прожарились со всех сторон. Ну что, на приготовление ушло ровно 30 минут. Через 15 минут, как готовились овощи и мясо, я перевернула на другую сторону, чтобы они прожарились. Прожарились. И еще 15 минут постояли. Так что все. Я выключаю духовку. Блюдо готово. Ну вот такая красота у меня получилась. Это очень вкусно, очень просто и быстро. Так что я советую всем этот рецепт. Желаю приятного-приятного аппетита. Готовьте вместе с нами, делитесь своими рецептами. А я прощаюсь всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok